На, вот эти очки тебе подойдут. Откуда ты знаешь всё? Привет, ребята. Привет, бантики мои. В общем, что я могу вам рассказать? А, ну, привет. Новый влог. Сегодня у нас четверг, 18 июля. Неделя влогов продолжается. Ура. Вы так это ждали, вы так ждали этот день. Чем мы сегодня занимаемся? Да, ничем особенным. Потому что погода не сильно радует меня. Хотя, вообще-то там... У меня распогодилось. Да, она распогодилась, и эта садина подвела меня. Ну, я про погоду. Потому что я такая думаю, ну что-нибудь сегодня загорать, купаться на крысле, да, волосы выпрямила. И погода такая, хочешь солнышко, на. Просто до этого был вообще пасмурный и ветер сильный. И мы как бы думали, что как раз идеально, чтобы фоткаться, видео снимать, всякое такое. Недостойно-то этих очонков. Сейчас загружаем влог вчерашний на ютубчик. Я его вчера смонтировала. Кстати, я такая молодец. Я не делаю перерывы, я стараюсь сразу монтировать, чтобы потом, все равно потом придется это делать. Да. Пока идет монтаж, надо монтировать. Я не могу, чтобы вы понимали. Так, каждый день монтировать. Это хорошо, когда ты выпрямляешь волосы. Да. Я две недели не выпрямляла волосы. Сейчас прям испытываю наслаждение. В общем, нужно сегодня в любом случае пофоткаться, потому что у меня есть классные фотки с первого дня. И я не могу их выставлять все вместе подряд, потому что они в одном и том же луке. Вот это проблема, представляете? Мне нужно чем-то перебить. Поэтому сегодня нужно пофоткаться. Поэтому мы на марафете переоденемся, куда-то сходим, погуляем, пофоткаемся. Не знаю, правда, куда. Мне нужны фотки в купальнике. Вы же любите мои фотки в купальнике. Я тоже. Позавтракали, попили чай. А еще я сейчас не пользуюсь пудрой, потому что кто-то мне написал, что из-за пудры могут быть еще больше прыщей. И я об этом никогда не думала. И действительно, это по мне себе очень логично. Поэтому решила пока не пользоваться пудрой. Именно поэтому цвет и тон моего лица мне нравится. Такой, типа мой. Вот. Но я это еще в прошлом не говорила, поэтому забейте. Посмотрите прошлый день, если что. И позапрошлый. Хорошие влоги получили. Живые такие. А я хочу вчерашний ресторан. А я хочу просто хот-дог позавчерашнего ресторана. Ладно, давай что-то делать. Я очень хочу двигаться дальше, двигаться вперед. На встречу, приключениям и контенте. Давай одеваться. На, моя полка. Блогерская полка. Да. Зацепила ты меня. Меня зацепила ты. Я съезжу, говорю, один. Знаете, как я выбираю, что я надену сегодня? Первое, что попадется. Ты серьезно? Да. Я надену вот это. Ну нет, не серьезно, я так не делаю. Ну так, я иногда так делаю только. Ладно, расскажи, что у тебя есть из классных вещей, которые я могу взять, померить, поносить. И ты будешь думать, да, мне даже не жалко было подружке дать померить это, поносить один день. Все, можешь. А как мне выбрать? Нет, это тебе не пойдет. Точно. Вообще, платье может то. Желтое? Или желтое можно. Хочешь, я тебе вещи сложу? Правда, что ты смеешься? Я это быстро сделаю. Я это забавно. Не, не надо, пожалуйста. Да почему? Давай сложу. Я сейчас сама не могу, у меня рук нет. Конечно, не можешь, посмотри, какой бардак. Ты знаешь, у меня хороший и отличный стаж в складываниях вещей. Я очень много это делаю, уже много лет за собой и за своим мужчиной. Я знаю, что ты мечтаешь это сделать, но нет. Не, я не мечтаю это делать, я это делаю постоянно каждый день дома в Москве. За двоих, просто у меня рука набита. Мы вышли из дома, наконец-то, как обычно. Я всегда очень радуюсь этому, потому что мы делаем это очень долго, всегда. Я немножко потрепанная, потому что тупой ветер только что полетел. Сейчас мы с Кариной будем снимать мне клип. Но прежде нам нужно найти, где это делать. Ну, как клип, да? Это слишком громко сказано. Может, здесь, брат? Я, конечно, дикая, но не настолько. Карина говорит, может, перелезем через забор. Мы, в общем, дошли до этого ресторанчика. Он там где-то сзади меня остался. Мы хотим где-то покушать. Там, где я в прошлый раз ела хот-доги. Они работают до пяти с хот-догами, поэтому сидеть там нет смысла, потому что я только хот-дог хотела. Ну вот, мы сели в кафешку, я надела рубашку, потому что, ну, мы, типа, в ресторане, и как бы сидеть в купальнике в ресторане такое себе. Очень странное состояние, потому что то жарко, то нет солнца и пасмурно. И я каждое утро в больших непониманиях. Я очень манительная и не знаю, что мне сегодня делать. Буду я сегодня купаться, краситься мне с утра саму, как встаю или нет. Потому что на море я как бы решила, как бы, да, мне краситься, чтобы загорать. Но не просто загорать, я наношу очень много крема на лицо. Потому что... Да-да-да, у меня есть ПФ вообще 50, чтобы вы понимали. Мне кажется, такое только младенцам делают и мне. С моей белой кожей. В общем, заказала себе филе куриное и рис. Очень хочу, надеюсь, что это будет очень вкусно. Правда, Карина говорит, что курица в Болгарии так себе. Я могу ошибаться. Можешь. Можешь не ошибаться, это не да. Кстати, ты в курсе то, что когда жара, лучше от жары помогает горячий напиток, чем холодный. Потому что, когда тебе очень жарко, ты пьешь холодный напиток, твой организм в шоке, потому что внутри ему получается холодно. И он начинает еще больше нагревать тебя, чтобы согреться. Поэтому... Согреться. Да, типа, чтобы температуру нормализовать. Как бы это я узнала недавно в Греции. А раньше не знала. Это типа еще почему вот эти все шейхи там или кто-то сидят в этих песках в Египте. Они пьют всегда кофе горячий. Ну или что-то такое. Вот, представляете? Вообще нелогичная жизнь. А в пустыне от жары скрываются в просто обмотях вот этих вот. Сто слоев одежды. Ну да. Там много нелогики в этом мире. Хочу сделать какую-то классную фотку сегодня. Желательно две идеально классные фотки, которые я выставлю в разное время. Одно селфи я, возможно, сделаю прямо здесь. Не знаю. А другое где-то в другом месте. А еще хотелось бы записать классный типа клип. Но не получается как-то классно. Не знаю. Вечно что-то не так. В общем, нужно снимать, когда нет солнца. Вот что я поняла. Да и в принципе у меня песня такая грустная. Солнце особо не в тему туда. Туда надо реально вот такую погоду ближе к шести. Ну к семи, наверное, вечера, когда уже нет солнца. Закат. Ходить вдоль моря, петь, грустить. Как вам мои губки? Мне всегда нравилась твоя форма. Даже до прокачки. Потому что у тебя... Ну типа я не знаю как. Вот когда ты делала всегда на фотках вот так. Селый. У тебя они... Ну таким каким-то интересным рельефиком. То есть это не потому, что так она качала. У нее всегда такие губы были. Просто стали чуть поплотными. Ну да. Нет. На самом деле очень многое зависит от формы. Да. Но я точно знаю, что любые губы можно прокачкой сделать более симпатичными, более сочными и форму более, ну такую приятную. Мне твои губы тоже не нравятся. Они у тебя... У тебя верхняя нормальная, но у тебя не тупо прямая. У тебя тоже есть вот эти штучки. Но она как бы, ну прокачка нужна. Не знаю, я бы хотела, чтобы ты попробовала. Брат, ты себя чувствуешь красивой? Ты себе нравишься? Да. Ну прям ты такая думаешь, блин, я такая красивая. Вообще верно. Да. Ну да. Особенно, вот вы говорите, кстати, то, что мы так много фоткаемся, снимаемся. А мне это помогает быть уверенностью, потому что когда я делаю крутую фотку, я такая, это я. Да, скорее бы у Карины вышла фотка в ленте, когда ты ее вытащишь примерно. Она такая красивая, давай покажем ее? Давай. Она такая красивая, просто вообще восхитительная фотка, и Карина на ней просто бомбита такая, что я бы с тобой встречаться над шалабутой парнем. На, дожди, покажи. Очень красивая, у нее тут лицо просто невероятно крутое. Посмотрите, какая красивая Карина здесь, я просто в шоке. И вообще сама фотка просто взрыв моего мозга. Когда я смотрю на эту фотку, на Карину, на ней, я думаю, нифига, у меня такая подруга красивая. Потом смотрю на тебя же. Ну да. Как это возможно? Спасибо, мне так приятно, брат, на нас. Здесь вообще, думаю, смотрю, идеально. У тебя такая штучка интересная, вот эта вот, это сережки. Представляете? Можно их вот так вот подсвинуть. Иди сюда, Стерпа, ты мне денег должен. Так много. Расскажите, девочки, хотя нет, вряд ли кто-то захочет такое рассказывать. У вас есть страшные подружки, с которыми вам очень нравится дружить? И особенно еще потому, что они некрасивее вас. У меня никогда не было таких подружек. И у меня никогда нет... Ну, во-первых, у меня все подружки красивые. Во-вторых, даже если я кого-то могу там посчитать, что я... Были здравствующие подружки. Окей, но я никогда не дружила с ними, потому что они... Ну ладно, близкие подружки у нас красивые. Раньше у меня близкие были средние. Было такое, когда была мелкая. Ну и так некрасиво говорить, но типа они были не моделями, они были просто очень хорошими людьми. И мне было с ними комфортно. Но я не общалась с ними из-за того, что я хотела на их фоне выглядеть крутой, потому что у меня мозг на это не настроен. Нет, я тоже ни с кем так никогда не общалась, чтобы подружить с каким-то... С какой-то не очень симпатичной девочкой, только для того, чтобы на ее фоне выглядеть лучше. Но... Это тупо. Но я вам так скажу, я не буду врать, я скажу честно. Когда я прихожу в какую-то компанию людей, где есть девушки, с которыми я не знакома и впервые знакомлюсь, у меня прям очень сильно отлегает, когда вижу, что они не очень. А я жутко просто страдаю, когда они бомбы. У меня сразу... Я такая, как будто такая... Ну тяжело быть рядом с бомбами и бомбой, скажу честно. Но... Ну как тяжело? Я в последнее время стала к себе относиться... Когда они не знакомы, извини. Когда я знакомлюсь с какими-нибудь инстателочками и в жизни с ними встречаюсь, я думаю, да, они красивые, да, классные. И я на них смотрю в инстаграме и думаю, вау, они такие вообще модели, такие крутые. Но потом в жизни я с ними встречаюсь, и я понимаю, что они точно такие же обычные девочки. Просто они дофига за собой ухаживают, макияжатся, причёшутся, там вот это всё, шмотки туда-сюда, всё. Да, они красивые, много красивых девушек на земле. И они показывают себя в инстаграме только красивые. Да, вот в чём суть. Я иногда поэтому даже хочу что-то такое загрузить в инстаграм, чтобы люди, ну, относились ко мне не как, типа, я такая Кайли Джейнер офигенная. А мне нравится, когда все думают, что я идеальная. Ну, не знаю. Ну, не знаю, может, у меня комплексы какие-то. Так, мне принесли моё блюдо. Курочка с рисом. А у тебя? Ризотто с овощей. Радость-то какая. Сейчас будем пробовать и расскажем потом вам, как нам вкусно, нет? В общем, покушали уже, сейчас заказали счёт, дождёмся и пойдём. Могу сказать так. Мне очень понравилось филе курочки, которое я ела. Он был вкусным, сочным, прям хорошим. Но мне не очень понравился рис, потому что он был в сливочном соусе. И из-за этого я ела какую-то кашу, блин, а не рис. Я хочу обычный рис. Такой беленький рис. Всё равно его поела. Половину, наверное, съела, потому что в сухомятку есть курица. У меня было обидно и копилось что-то ещё. Какой-то гарнир приятный. Смотрю на то, как загружается видео, которое я должна выставить сегодня. То есть в четверг, да, со среды. Дело в том, что сегодня у меня должно было выйти другое видео. В предыдущем дне я об этом говорила, что у меня должны выйти лайфхаки, где есть реклама. И мне уже три дня пишут то, что, да, сегодня видео выпускай. И я жду до последнего, просто до последнего конца дня практически, потому что жду. А потом мне говорят, давай завтра. И вот сегодня это повторилось. И во влоге вчерашнем. Со вчерашнего дня, со среды. Я такая говорю, вот, меня так это бесит. Мне придётся завтра выставить лайфхаки вместо продолжения, потому что меня динамит. И в итоге сейчас я выпущу влог, в котором вру. И я ненавижу. Ты колопью их. Я колопью их. Пойдём фото в бассейн. Да, понимаешь ли, у меня уже сегодня вышла фотография в этом белом купальнике. Ну, надень чёрный, вон. Да пофиг мне, пойдём. Ты что, меня не уважаешь? Я ещё не сфоткалась сегодня. Конечно, ты меня не уважаешь. Я тебе сколько, говорю, тиктоки снимай? Я сказала, что я хочу снимать идеально, либо не снимать вообще. Так ты не снимаешь вообще. Ну? Так начни. В смысле, идеально. Вот что это за такое идеально? Ты начни хоть научись, прочувствуй. Ребят, напишите в комментарии, вы бы хотели видеть тиктоки от Карины? На меня там никто не подписывается. Я не хочу. Конечно, на тебя никто не подписывается. Ты спрашиваешь себя начинающим блогером где-то. Может, у меня пунктик. И моя Зойка писла. Меня просто бесит, потому что мы могли бы вместе записывать тиктоки. Ты бы могла отмечать меня, я тебя. Люди мне пишут в тиктоке, почему Карина не записывает видео сюда. Потому что она не хочет. Я ей уже несколько дней говорю, давай, 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 давай. Сегодня мы должны поехать в старый город. Вероятно, будет немножко от Симно. Но всё равно вам будет нас нормально видно, мы будем записывать влог. И я всё равно его буду сегодня монтировать, потому что я без понятия по поводу завтрашнего видео, какое выйдет. Поэтому хорошо, что я вчера смонтировала влог, который выходит вот в четверг, со среды. Лютик, я тебя сильно люблю. Сильнее всех на свете. Ты самая лучшая, что было в моей жизни. Он так голову поднимает, он нюхает воздух, но на самом деле как будто бы он прислушивается к твоим словам. Как-то он изменился. Зайка, что, воды у тебя нет или что? Что ты делаешь? Да нюхает он ветерок. И его тоже так делает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да он не выпрыгнет, пусть посмотрит наверх. Ну давай. Он такой любопытный. Открытая дверь есть, Лютик. Я хочу в закрытую дверь. А моя мама присылает мне фоточки грибов. Потому что в Москве погода такая прелестная, с дождями. И грибы пошли, какая радость. Ладно, пошли, наверное. Ладно, пойдем. А как ты хочешь пофоткаться? Вот давай отсюда представим, как мы будем там фоткаться. Просто я думала, мы будем отдыхать, как подруги. Это всегда будет смешно. Короче, я переодела вверх купальника на черный. У меня таких два, один белый, один черный. В общем, сейчас мы с Кариной спустились пофоткаться, потому что она это вот так хотела. И я, ну, мне пришлось. Вот я очень хочу, чтобы она тик-таке снимала, но не пофиг на мое желание дружеское. В общем, мы зашли домой, переоделись потеплее. Такие классные у нас сережки. Так нравится. Я буду в пальтишке, в джинсах. Вот, так что сейчас пойдем наверх. Я открываю видос со среды, и мы идем гулять. В общем, только что мы вышли из дома. Я открыла видос, все вот эти вот штуки. Снимала экран телефона, влога, чтобы сделать такую превьюшечку для инстаграмчика. Всякие смешные какие-то моментики повырезала. В общем, блин, вместо того, чтобы наслаждаться вот этим закатом, который смотрит прямо мне в душу. Я только что стояла, залипала в телефон минут 10, потому что мне надо было все это сделать. Все вот эти свайпы, ссылки, туда-сюда, картинки, подписи. Вообще, не знаю, мы пойдем сегодня гулять? Точно? Так долго выходим, можем на завтра перенести. В общем, сегодня мы должны были пойти гулять. Я не знаю, есть ли смысл. Может, просто пойдем в ресторан или шашлык пожарим, вино попьем. Я не голодна, ты голодна? Ну, скоро буду, да. Нужно думать о будущем. Вот тот закат, про который я вам говорила. Зацепила ты меня. Меня зацепила ты. В первый день или в какой второй день, когда мы шашлык ели с салатом на балконе, пили вино, вот это мне очень понравилось. Салат можно сделать. Ну да, а чего выходить реально? Там походкаться, конечно, мало, где можно. Ну, просто темно могут даже быть. Ну, для влажного была беда. Ну, да. Показать, вообще ты ничего не увидишь. Да, ну нафиг. Сейчас уже темно будет через полчаса. Как раз мы доедем, и уже будет темно. Нифига он летит, я его вижу. Нифига, давай так пофоткаемся. В общем, сидела на балконе у Карининых родителей, вместе с Кариной, конечно же. Повели трансляцию. Мы, кстати, каждый вечер сейчас проводим трансляции в Инстаграме, кто не в курсе. Сделала видос, который вы сейчас смотрите, но вспомнила, что забыла с вами попрощаться. И сейчас, когда я уже все смонтировала, загрузилась ноутбуком и чипсами. Спускаюсь вниз, Карина пока чистит зубы. Я пойду сейчас в квартиру, где мы живем, там тоже буду умываться. Попрощаюсь с вами. Вот такой путь у меня. Так вот я иду. Вот так вот, да? Семенов, да? Достаю ключики. Захожу. Я не очень довольна сегодняшним днем, потому что мы не покупались и никуда особо не сходили. Но в целом, наверное, если бы я не заморачивалась по поводу блогов, которые мне каждый день нужно снимать, эмонтировать и выставлять на следующий день, наверное, я была бы менее нервная, потому что это всегда такой тяжелый процесс, чтобы все понравилось, что все идеально прошло, чтобы людям было интересно смотреть. Иногда приходится что-то, ну не то что выдумывать, но выходить из себя, как не знаю, как правильно сказать, чтобы зацепить чем-то, чтобы были какие-то приколы в видосе. Я очень переживаю, что вот этот блог вообще, вообще во мне интересно будет смотреть, потому что тут больше просто какой-то болтовни. Я знаю, что, наверное, в комментариях уже кто-то написал, типа скучно, неинтересно. Но, ребят, я очень надеюсь, что дальше будет лучше. Куда-то пойдем, мы обязательно завтра должны поехать в город, гулять, так что ждите следующий влог, он точно будет более насыщенный. Кстати, я не знаю, я посмотрю, может быть, я даже буду, типа, дальше тоже снимать неделю влогов, типа, две недели влогов. Это жесть, я в этом не уверена, но, может быть, это будет не так, что всю неделю, может, еще там три влога каких-то запишу, и тоже их буду выставлять, пока здесь нахожусь, потому что интернет позволяет загружать видео, и это кайф. Не всегда такая роскошь есть на отдыхе за границей, не дома. Поэтому посмотрим, не отчаивайтесь, надеюсь, что вам нравится смотреть такой мини-сериал, как мы проводим время в Болгарии, но зато вы реально, как наши друзья, там, подружки, проводите, проживаете день вместе с нами, и надеюсь, что вам это нравится. По поводу того, как я ухаживаю за лицом, я хочу, конечно, больше каких-то прикольных уходовых штук для себя открыть, найти, начать пользоваться, но в целом у меня очень простая технология, и я с вами сейчас ей даже поделюсь. Первое, что я делаю, это смываю косметику обычной умывалкой от макияжа, которая чистит поры и всякое такое, ну, типа, от гарнира у меня, по-моему, что-то такое. Потом я беру вот такую штуку, лосьон салициловый, он продается в аптеке, салициловый лосьон без спирта. Просто беру ватный диск и протираю лицо, но не под глазами, рядом с глазами я этим не протираю. Протираю, протираю, эта штука хорошенько сушит, действительно, я потом могу увидеть на этом спонжике какие-то остатки макияжа, еще что-то. Обычно только остатки макияжа, но все же. И после того, как я протираю этой фигней, которая подсушивает, я беру крем от Clorance, вот этот. Я его очень сильно люблю, давно им пользуюсь, он у меня сейчас SPF 15, поэтому я его наношу еще и под макияж, когда днем выхожу на улицу, тоже очень помогает. Наношу этот крем на лицо, а потом пользуюсь вот такой фигней, она, это какая-то сыворотка, которая усиливает действие крема. То есть, когда я не забываю все это делать на протяжении недели, например, четко иду по графику, то у меня лицо становится значительно чище. Ну и вот эта штука тоже мне безумно помогает. Она очень простая, недорогая, продается в аптеке, по-моему, типа рублей 150, что ли. Очень, очень простая, не миллионы долларов. Но мне она нравится, давно вообще ее знаю, давно ее пользуюсь. Хочется просто лечь, включить что-то на ноутбуке, расслабляться, отдыхать, фоточки пообрабатывать, хотя даже фотки обрабатывать неохота, но по-хорошему надо, надо, чтобы потом этим не заниматься. Потому что потом их накопится очень много. Вот, надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, на все соцсети, на Карину тоже подписывайтесь. И да, не переживайте, я обещаю, дальше будет лучше. Поэтому всем спокойной ночи, будьте счастливы, здоровы и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok